Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Чудовищная история. Сейчас вот поговорим о ней. Как такое вообще могло произойти? Наверняка, может быть, вы уже слышали, может быть, не слышали. Наверное, по телевизору показывали, не знаю. В Ингушетии нашли 7-летнюю девочку. Просто ее истязали в семье. Это чудовищно. На эти фотографии невозможно просто смотреть. Ее зовут Аиша. Девочка 7 лет. Вы можете набрать. Я даже фотографии не буду показывать, потому что ни у одного человека сердце не выдержит на это смотреть. Значит, 7-летняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. История потрясла всю Россию. Ингушетские следователи задержали 35-летнюю жительницу города Сунжа, подозреваемого в истязании 7-летней племянницей, то есть ее тетя. Об этой истории стало известно, когда в социальных сетях появились кадры осмотра маленькой Аиши в больнице. На девочке буквально не осталось живого места. Ее тело и глаз были покрыты синяками, ожогами, гнойными ранами. Сейчас врачи борются за то, чтобы сохранить девочке руку. И при взгляде на маленькую пациентку плачут даже самые опытные из них. Это просто чудовищно. Значит, вот эти вот фликтенты, внутренний гнойник, это смотри укус, это шрам, рубцы старые, это рука холодная, надо ампутировать. Врач на видеозаписи указывает на опухшую конечность девочки. Та всхлипывает. Аиша, хочешь сок? Спрашивает женский голос, судя по всему медсестры. Шоколад, отвечает маленькая девочка. Как в фильме ужасов. Комментирует это за кадром. После этого страшного видео с девочкой в инстаграме появился рассказ врача, принимавшего ребенка в больнице и оказавшего Аиши первую помощь. Надо сказать сразу, что сейчас Аиша уже переведена в Москву, перевезена, значит, и она будет лечиться под наблюдением известного и великолепенного врача Леонида Рашали. Сейчас мы также его комментарии зачитаем. Значит, по словам врача, который принимал ребенка, девочка поступила в тяжелом состоянии с жалобами на боли, в ранах по всему телу. По всему телу. Я вам если покажу фотографию, вы с ума сойдете просто. Значит, на обеих руках, грудной клетки, в области ягодиц, где обнаружились ожоги третьей степени, месячной давности, аж еще никто не оказывал никакой помощи абсолютно. Она полностью, полностью вся в ранах. Это вот как будто она в аду побывала. Значит, Аишу привела тетя по папиной линии и заявила, что девочка травмировалась неделю назад, значит, якобы упав в канализационную яму. А ожоги получилось, сев в кастрюле с горячим борщом. За медицинской помощью тетя не обращалась до последнего, пока не стало ясно, что ребенок не может двигать руками. До этого их просто перевязывали бинтами. В итоге перетянули так, что это создало угрозу ампутации, которая сохраняется до сих пор. Значит, первичный осмотр травматолога, жалобы на боли в ранах по всему телу, в частности, в области обеих верхних конечностей грудной клетки, в области ягодиц. Со слов тети, по папиной линии ребенок получил травмы в результате падения в канализационную яму приблизительно неделю назад. Однако к врачам они не обращались, перевязывали обе верхние конечности эластичным бинтом. Ожоговые раны первой, второй, третьей степени месячной давности. Со слов тети, ребенок получил в результате того, что сел в кастрюлю с горячим борщом. Но большего бреда придумать было невозможно. Ожоговые раны также тетя лечила самостоятельно в домашних условиях. За медицинской помощью обратились впервые. Объективный статус, общее состояние тяжелое. Локальный статус. При осмотре определяются множественные разных размеров ушибленные и осоединенные раны на всей поверхности тела. На всей поверхности тела. Головы, лица, шеи, туловище, верхних и нижних конечностей. Я вам рассказываю о девочке, маленькой девочке. Обе верхние конечности отечны, контуры сглажены, гипермированы, движения в локтевых суставах ограничены. В области обеих верхних конечностей определяются гнойно-инфицированные раны. В области ягодицы определяются ожоговые раны третьей степени с признаками инфицирования. Пальцы и правая кисть цианатичные. Чувствительность отсутствует. На РГ-снимках от сегодняшнего числа определяется перелом локтевого отростка левой локтевой кости со смещением. По двое головки правого плеча. Это все у одного маленького ребенка, у девочки. Диагноз закрытый перелом локтевого отростка левой локтевой кости со смещением. По двое головки правого плеча. Множественные ушибы и ссадины по всей поверхности головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Флегмона левой верхней конечности. Гангрена правой верхней конечности. Ожоговые раны третьей степени с признаками инфицирования. Месячной давности. Стоит вопрос о мутации верхней конечности. По мнению источников, знакомившись с этими записями, девочка в течение длительного времени находилась без должного надзора и ухода. На ее жалобы окружающие не реагировали. Вообще никаким образом. Давящая повязка при переломе локтевого отростка нанесла гораздо больше вред, чем если бы поврежденную руку вообще не трогали. Скорее всего при детальном обследовании у Аиши будут выявлены и другие заболевания, а также с большей степенью вероятности глубокая психологическая травма. Без всякой большей степени вероятности глубокая психологическая травма. Сразу после осмотра маленькую пациентку отправили на операцию спасать омертвевшую конечность, а о случившемся уведомили порхательные органы. Значит видно совершенно понятно, что над ней издевались, над девочкой издевались. Я вам покажу просто одну фотографию, вот совершенно так скажем боком, которая есть. Вот посмотрите, это бок девочки. И такая она вся. А руки я боюсь даже показывать вам. Значит полицейские не поверили в легенду соответственно. По данным источника у Аиши есть родители, они не занимаются ее воспитанием. Ребенок постоянно проживает у сестры отца, у сестры отца. У женщины своя семья, двое маленьких детей, еще судимые за совершение аналогичного преступления, причинение тяжкого вреда здоровью. Аишу она растила без оформления опеки на девочек и говорила просто, что ее привели в гости. Значит заместитель председателя общественной палаты Ингушетти Брагим Картоев сообщил, что Аиша оказалась тетей после развода родителей. Мать девочки вышла замуж в второй раз, забрала вновь семью двоих сыновей, а девочку бросила. Взять с собой дочь ей не разрешил бывший супруг. Сказал, что девочка останется с ним. После этого уехал на заработки, оставил ребенка, соответственно оставил ребенка своей сестре. Общее состояние ребенка тяжелое. Девочка свободно дышит, общается, отвечает на вопросы. Но слава богу, еще она хотя бы дышит и отвечает на вопросы. Потому что с такими травмами, мне кажется, один взрослый не выживет. О том, что произошло, ее не спрашивают, стараются не спрашивать, чтобы не травмировать. Значит, складывается впечатление, что она немного отстает в развитии, в физическом плане, психологическом, интеллектуальном. Видно, что над ней издевались очень часто. Сейчас она радуется всему, что ей приносит. Сладости и всему. Значит, Картоев назвал произошедший нос самопиющим случаем для республики. Судя по травмам на теле Аиши, она подвергала стязаниям на протяжении нескольких месяцев. Но никто из соседей или родственников не обратился в полицию. Создаешься впечатление, что ребенка держали в доме, не выпускали со двора. Значит, отмечает собеседник. Соседи социальной службы, духовно-религиозной организации, все просто проглядели. Ну, как такое возможно? Как такое возможно в 21 веке? Где органы опеки и попечительства? Кто? Ни хрена никто не делает. Никто ни хрена не делает в этой стране. Как можно было... Еще бы немножко, и ребенка просто закопали на заднем дворе, и все, и никто бы его не увидел. А вот руки опускаются, понимаете? Руки опускаются и слезы на глазах наворачиваются, когда ты это читаешь. Когда ты смотришь эти фотографии. Это же ребенок. Это же ребенок. Ну, как вам? Я знаю, что к ней приходила мать, бабушка по материнской линии, но у ребенка дисбаланс ценностей, она не понимает, что и как, кто к ней относится. Значит, как рассказали журналистам Минздрава Ингушетии, Аишу три часа оперировали лучшие хирурги республики. В итоге сумели пока избежать ампутации руки. Оказалось, что из-за неудачной перевязки произошла закупорка сосуда, до которой тетя сделала перевязку. Значит, вероятность более 50%, что руку удастся спасти. И герои, хирурги, конечно, герои. Значит, я могу сказать, что сообщается так же, что девочка, как только видит кого-то, кто относится к ней более-менее хорошо, а все, значит, и мужчины, и женщины, и хирурги, и просто врачи закрылись в комнате и плакали, потому что не могли смотреть на девочку, просто не могли смотреть, просто плакали. Доктора, которые оперировали девочку, завалили ее шоколадом. Ее даже, когда везли на операцию, обманули, что дадут конфеты. Когда я заглянул в палату, увидел, что все доктора, и мужчины, и женщины, все плачут. Все. Значит, никто просто не знал, что ребенок есть. Представляете, никто не знал о существовании ребенка. Недавно в сети появились кадры допроса одной из бабушек, конечно, на ингушском языке. Пожилая женщина плачет, как отмечается в подпись к видео, говорит, что заберет девочку, если ей отдадут. Никогда не отдавать никому, никим бабушкам и дедушкам. У нас и что бабушка и дедушки вот такие, что интернат, не поймешь, что лучше. Чудовично. По словам полномочного при республике, значит, ингушетия, правого ребенка, озаримая часть Киева, и тетя девочки скрывала ее от посторонних, и никто не знал, что она, по сути, является опекуном. Она от всех скрывала этого ребенка, говорила, что племянница привела Аишу в гости. Значит, следственный комитет, соответственно, разбирается уже с этим делом. И что еще могу сказать, что ингушетию потрясла история о диких издевательствах над ребенком. Это просто чудовищно. Вот вы можете посмотреть, я вам еще покажу одну фотографию. Посмотрите, это невозможно смотреть. Значит, и могу сказать, что, значит, на данный момент президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что у девочки из ингушетии обнаружили старые переломы ребер и травму позвоночника в дополнении ко всему. То есть девочка будто побывала в аду, понимаете, и обратно вернулась. Он отметил, что повреждения не требуют хирургического лечения. Также у ребенка есть серьезные повреждения в области кисти. С уверенностью сказать, что все обойдется хорошо без ампутации пока нельзя, потому что кровоток нарушен очень значительно, сказал Рошаль журналистам. Заведующее отделением гнойной хирургии Павел Мединский добавил, что состояние девочки при поступлении тяжелого, обусловлено повреждением верхних конечностей. Сейчас будет проводиться гиперболическая оксигенация. Девочкам мы повезем в специальную камеру, где будем под давлением ее насыщать кислородом. Рейсовый самолет из Назрани с ребенком прибыл в Москву вечером 5 июля. Девочку сопровождала бригада медиков в полномочной правом ребенка в Ингушетии. 4 июля в детскую больницу в Назрани. Вот ее как раз доставили, то что я прочитал. Женщину эту задержали, следственный комитет, и лечиться будет девочка под наблюдением самого Леонида Рошаля. Я могу сказать, что это не просто чудовищно, слов не находится, чтобы описать все, что там происходило. Как можно было на протяжении многих месяцев, когда девочку истязали, избивали, резали, били, наносили тупые, значит, удары тупыми предметами. Ломали ей руки, позвоночник, ребра. И об этом никто не знал. Ее скрывали в доме. Понимаете, в чем дело? Что это за тетя вообще? Нужно провести психолога-психиатрическую экспертизу немедленно этой тети. И это же чудовищно. Это же ребенок. Это травма на всю оставшуюся жизнь. Даже если ее сейчас выходят, и ее выходят обязательно, конечно, сейчас, и минимизируют все. Но какая травма психологическая у ребенка останется? Ведь она с психологом будет работать всю оставшуюся жизнь. Понимаете, это сломанная судьба. Это дикие звери, а не люди. Это зверюги, звери. Понимаете, вот нельзя таких слов говорить, но таких зверей давить надо. Давить надо таких зверей, понимаете? Просто вот и все. И слов других нет никаких. Я не знаю, ребят, пишите комментарии, слышали ли вы об этом что-нибудь, или нет об этой истории. Или вы впервые услышали. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока, до встречи.